я всех вас приветствую мои дорогие друзья и зрители сегодня мы посмотрим просто невероятную информацию а для начала ее послушаем илон маск вновь запустил куда-то в космос или на низкую орбиту земли четверых человек одна из них женщина и трое мужчин совершенно разные национальности все это можно увидеть на официальном youtube канале spacex но давайте же послушаем очень интересные переводы сообщения которые вели во время трансляции наши русские дикторы и что они сообщили вы будете поражены вот кстати мне повезло побывать на интервью с тома когда она проводилась там недавно повезло это еще мягко сказано в общем там задали один очень интересный вопрос про подготовку условиях короны и вот дома сказал что все члены экипажа и все кто вокруг них они были вакцинированы да это по моему первый полностью вакцинированный экипаж который отправляется на международную космическую станцию так это же означает что на мкс теперь будет 5g и продажи до ура модулях против вали новое гигабитное соединение так что готовится все понятно все раскрыто и и вот дома сказал что все члены экипажа и все кто вокруг них они были вакцинированы да это по моему первый полностью вакцинированный экипаж который отправляется на международную космическую станцию так это же означает что на мкс теперь будет 5g 5g да ура как раз недавно модулях против вали новое гигабитное соединение так что готовится все понятно все раскрыто вы только что слышали эту невероятную информацию и я хотел чтобы вы просто скажем так послушали каждое это слово потому что в ютюбе рассказывать все подробности просто-напросто запрещено и что-то с чем-то взаимосвязывать переводчики были с youtube канала сейчас я вам покажу как он называется в общем всю эту информацию которую только что сообщили вы сами можете найти на канале альфа центаури на английскими буквами вот так вот она звучит на двадцать седьмой минуте два ведущих этого ролика обсуждают такие вещи как но темы которые сейчас происходят во всем мире я не буду их озвучивать потому что у меня уже удалялись ролики с ютюба за то что я скажем так сопоставлял эти факты здесь я вам просто показал и рассказал что говорят эти люди и как они ассоциируют любые прививки с различными сетями вы понимаете переслушайте пожалуйста еще раз эту запись в начале моего ролика или зайдите на их канал называется вот таким образом альфа центаури и на 27 минуте все четко рассказывается что сейчас происходит на мкс космосе и конечно с нами на земле это какое-то но я бы сказал безумие теперь давайте же посмотрим на самые интересные моменты этого запуска и взлеты ракеты илона маска с четырьмя астронавтами на борту вот таким образом она выглядела когда готовилась к полету и мы сейчас увидим уже моменты из космоса они будут просто невероятные но космос это или нет сейчас мы с вами ответим на эти вопросы вот здесь вот очень интересный момент мы видим на левом маленьком экране появляется . потом вспышки и множество непонятных белых объектов то ли это какие-то салюты звездочки что-то еще все дело происходит в космосе вы понимаете но не так далеко скажем вот эта левая часть она возвращается на землю это первая ступень ракеты и вот все вы видите в прямом эфире что происходит над облаками там огромное количество инопланетных объектов или каких-то маленьких сфер душ я не знаю что это за светящиеся огоньки но такое впечатление что действительно пускают салют а ведь ракета сейчас падает или приземляется на землю на морскую платформу вокруг нее просто кипит какая-то жесть вы посмотрите что над нами в космосе на правом же экране изображена ракет который улетает с космонавтами дальше кадры феноменальные никогда не было при возвращении первой ступени такое огромное количество этих белых объектов или точек все это вызывает у меня множество вопросов о той самой жизни возможные плазмоидной энергетической прямо над нами но мы не можем ее заметить эти белые точки они повсюду их миллионы как людей вы видели один только что огонек пронесся справа быстро еще один опять вспышки и везде эти белые огоньки салютов вот кто живет прямо над нами а возможно это те самые души которые заселяются на землю и летает из нее в огромных количествах ведь живые души есть не только в людях но и в животных в растениях вы посмотрите что происходит просто в прямом эфире зафиксировали все эти энергетические сущности затем нам показывают как несколько астронавтов находится внутри космического корабля и вот земля перевернутая абсолютно ровная горизонт вы посмотрите и справа черная маленькая точка это тот самый приближающийся крю драгон где находится 4 человека но горизонт ровно вы видите черная зона внизу это как бы космос потом плоскость и облака они перевернули землю или просто ведут такую съемку с мкс кадры просто невероятно все сейчас снимается в прямом эфире мы смогли зафиксировать эти кадры как мы знаем что мкс вообще летает на высоте 400 километров то есть это прямое доказательство что сейчас камера снимает какую-то ровную горизонтальную поверхность закругление не видно также сверху белые облака и вот эта черная точка как будто бы люди подлетают к мкс затем происходит очень важный момент нам показывают карту приблизительных полетов вы видите опять землю плоскую и вот они резко переводят камеру наверх потому что этот черный объект поднялся тоже куда-то повыше и теперь мы не видим этой плоскости на заднем фоне и лишь какие-то облака кстати достаточно интересной формы вытянутый вверх белые дымку за ними больше ничего не воды ничего и летящая вот эта черная капсула которая должна подлететь к мкс невероятные кадры из космоса конечно мы их зафиксировали и заодно можем увидеть скажем форму нашей земли кстати мы должны учитывать что земля неподвижная по лично моему мнению она статичная и все движения происходят и полеты именно в космосе или на низкой орбите с помощью этих аппаратов которые там разгоняются и летают или точнее их разгоняют вы видите просто перевернутую землю какой-то горизонт или участок может быть соединяющий сушу и моря в общем получается что все летит сейчас вверх ногами затем нам показывают вот такие вот еще достаточно интересные кадры где по всей окружности или периметру от этого скажем экрана видны желто-красные синие точки и в центре два огонька зелено-красных или бело-красных и посередине вспышка теперь уже не видно никакой земли на заднем фоне и вот лишь такие объекты нам показывают обычно когда говорят что вот эти точки появляются знаете из-за чего из-за того что сгорают матрицы видеокамерах из-за сильнейшей радиации которые там есть над нами над нашими головами и поэтому зачем туда летают люди в эту радиацию и опасность я не знаю и даже не понимаю затем нам показывают новые кадры перевернутой земли и по крайней мере видно что это день но нет опять же пока повторюсь никакого вращения посмотрите на белые полосы сзади на облаках это следы от тех самых хим трейлов которые мы теперь даже зафиксировали из космоса только что перевели камеру на огромное количество этих белых полос видно и справа и слева везде следы от пролетающих объектов которые возможно что-то распыляет помимо вот этих туч и облаков белые длинные полосы сохраняются и даже их можно разглядеть с низкой орбиты или из космоса везде идут какие-то глюки появляются точки у них при съемках опять же как они могут все это снимать в прямом эфире большой вопрос и получать такую идеальную картинку мы будем разбираться дальше но явно здесь что-то не так задний фон весь белый точнее нижний фон весь засвеченный и непонятно вообще где край земли кадры просто невероятные чуть позже они понимают что нужно принять какое-то решение и показывают уже совершенно другие картинки где земля повернута как бы вниз расположена уже горизонт немножко скругленный мы можем видеть синюю оболочку над землей точно такую же атмосферу как и над луной друзья хочу вам заметить что на луне тоже есть конечно атмосфера нет такой сильной облачности белый то ли материк то ли ледяная шапка внизу синий это возможно вода океана моря что такое белый трудно разобраться но на землю не похоже потому что земля или точнее суши должна быть какого-то зеленого цвета может быть эта часть антарктиды или арктики подскажите мне пожалуйста давайте поразмышляем над каким участком земли вообще может быть в данный момент пролет еще раз повторюсь вам что я не вижу на этом видео вращение именно земли объекты пролетают над поверхностью края и и скруглили и вот эти объекты 2 движутся как нам говорят со скоростью 27 тысяч километров в час и лишь поэтому создается такой эффект вы видели картинка только что осветлилась каким-то образом то есть то они темную камеру дело то светлую все в прямом эфире они подводят так как им нужно чтобы мы но больше поверили в эту реальность чуть позже они просто нам показывают огонек где-то в отдалении земля уже спрятаны почти что внизу и лишь подлетающий крю драгон илона маска виден на черном фоне не звезд нету ничего и он очень очень хорошо почему-то освещен камера начинает искать этот объект представляете съемка где-то там в космосе пытается рассмотреть и лучше то есть получается сейчас какой-то оператор сидит на мкс или космонавт и приближает вот этот подлетающий космический корабль и опять же повторюсь все черное ничего абсолютно не видно о все засветило все стало белым потом превратилась в мутную точку они переводят картинку с левой стороны мы видим уже какую-то космическую станцию здесь постоянно у них идут какие-то сбои то есть они переводят камеры переводе точки небо все все черное не видно кстати не пролетов звезд и нло в предыдущие разы мы замечали очень интересный кадр сейчас такого нету а вот как я понимаю уже ответная картинка наоборот с подлетающего космического корабля к мкс хочу обратить ваше внимание что верхней части ровно по центру вот эта бочечка это уже пристыкованный корабль crew dragon и каким образом он мог туда попасть мне непонятно значит сейчас мы видим 2 одновременно подлетающие ли в одно время туда космический челнок что было доставлено на первом мне неизвестно может быть я упустил эти подробности но видел как там внутри мкс находилась собака и кувыркалась или крутилась во все стороны а по поводу животных на мкс это большой вопрос мы с вами все внимательно разберем они все ближе и ближе приближаются теперь мы четко видим этот космический аппарат сверху на мкс который уже пристыкован и видимая камера еще раз повторю снимает как раз подлетающего корабля за мкс не видно никаких объектов по крайней мере на этой видеокартинки металлическая конструкция но идут сейчас съемки со всех сторон что так четко и равномерно освещает мкс тоже большой большой вопрос обратите внимание как будто все это снимается где-то может быть в студии или какие-то прожектора со всех сторон но не со всех может быть слева сильнее придают свет этой конструкции чтобы мы видели что все реально где-то там летает в космосе но за мкс вот за ней полная чернота здесь они возвращаются к показу же земли и подлетающий вот этой конструкции опять же повторюсь скорость 27 тысяч километров в час и как так медленно они могут маневрировать подлетать все это вызывает огромное количество вопросов просто невероятная какая-то картинка единственное что могу здесь заметить что возможно они действительно летят над какой-то плоскостью и поверхностью земли или вот там видно вода опять же именно они движутся на скорости огромные более даже 27 тысяч километров в час а земля как я понимаю на статичное неподвижно в наших головах специально придумали такой эффект что мы думали о нашей земле что она вращается затем показывают какой-то не очень качественной камеры что все уже состоялось пристыковка случилось и в данный момент наверняка начинается как бы момент когда космонавты готовятся к выходу или переходы в отсеке мкс видите как все это показано снизу где-то вот свет какой-то наверняка земля или специально опять добавленная картинка но вопросов очень и очень много на земле также активно продолжают следить за процессом полета все снимается на видео сидят определенные люди все в масках вы видите как это происходит и у нас складывается впечатление что на самом деле такое глобальное событие произошло только мы должны для себя решить что оно приносит каждому из нас отдельному человеку любому вот мы проживем от одного скажем годика или от нуля до 100 лет и вот что за 100 лет вам даст мкс космонавта астронавта лично вам в дом вашу семью вот объясните пожалуйста сами себе и друг друг задать такой вопрос лично мне пока что они не дали никакой пользы а какую же пользу они несут тогда для человечества как я понимаю все здесь делается для какой-то верхушки определенных людей и все события только в их интересах здесь уже космонавты которые находятся внутри мкс готовится встречать прилетевший экипаж но думаю что это совсем другая история мы к ней обязательно вернемся и потом внимательнее все рассмотрим потому что мы должны узнать правду о всех событиях происходящих в космосе и на земле на этом я буду говорить вам друзья до новых встреч мы скоро увидимся продолжаю смотреть видосики все самое интересное только впереди поехали пока и бум